Он играет нам на губне, потому что ему 10 лет. Лет Артему, конечно, не 10, а вот день рождения самый настоящий. В детской областной больнице на обследовании юный житель Сковородинского района лежит почти месяц. В то, что в день его пятилетия вместо капельниц увидит праздничный торт, верил до последнего. Но не сбылось. Расстраивался, впрочем, недолго. Создать настроение смогли клоуны. Конечно, понравилось для детей такое развлечение. Они тут лежат среди четырех стен. Скучно, и тут такое необычное зрелище. Понравилось, Тёма? Понравилось. Как зовут маленькую принцессу? Как тебя зовут? Петя. Ты что, Петя? Это Вася! Какой тебе Петя? Пара минут общения, и маленькая Женя на перевязку уйдет с улыбкой. В этом-то и задача больничных весельчаков. Не просто рассмешить, а снять напряжение от бесконечных больничных процедур. Дурачиться с малышами для клоунессы утикакой не в новинку. В обычной жизни Надежда Фазилова – воспитатель в детском саду. Хотя признается, в больнице работать сложнее. Дети более закрытые. Особенно те, что постарше. Тебя приклеили, да? Её приклеили, понимаешь? С подростками сложнее, потому что с ними надо как бы так. На них детские шутки не подействуют, и внешний вид тоже особо роли не играет. Самое трудное, говорят волонтеры, перевоплощение. Оно занимает около часа. И это при том, что готовых текстов у клоунов нет. Разминка перед выходом к детям призвана отогнать страх. Глубокий вдох и глубокий выдох. Вот так. И пошел. К маленьким пациентам гости ходят по утрам 3-4 раза в неделю. В роли больничных весельчаков сейчас пробует себя 14 человек. Пока набора в школу клоунов нет. Однако желающие поучаствовать в развитии проекта могут связаться с координаторами по телефону. Дела для них найдутся.